Всем здравия! Я хочу поделиться с вами одной весьма результативной наживкой для ловли карася, карпа. Также можно ловить любую другую мирную рыбу, конечно, в стоячем водоеме, либо в водоеме со слабым течением. Итак, всё, что нам для этого понадобится, нам понадобится белый хлеб. Вот такой кусочек. А ещё нам понадобится водичка. Мы сейчас сделаем следующее. Смочим белый хлеб. Слегка. Так, ой, прибор. Итак, пока хлеб намокает, ну, в принципе, он сейчас быстро намокся, нам понадобится ещё один весьма очень хитрый ингредиент. Вот именно в нём и заключается вся суть. Напомню, наживка получится весьма вкусно для ловли таких рыб, как карась, карп. Ловить можно в озёрах, либо стоячая вода. Это, на самом деле, кисель клубника. Фирму я умышленно вскрою. Чтобы это не получилось, как реклама. Запах офигена. Я вам честно скажу. Сейчас сыпем. Вот так. Хлеб у нас уже намок. Весь пакетик сыпать не надо, потому что здесь его слишком много. И после этого всё сминаем в одну кучу. Точнее, в один комок. Всю лишнюю воду из него выдавливаем. И дальше в нём до однородной массы. Итак, у нас получился вот такой однородный комочек. Теперь запах, скажу честно говоря, специфический. Запах чистой клубники. Такой клубники, которую, как знаете, когда кушаете на огороде. Вот точно такой же запах из этого пакетика. Теперь напомню, для ловли в стоячей воде, либо воде со слабым течением. Всё, что нам теперь понадобится, это просто отлепить комочек для вашего крючка. То есть, у кого какой крючок, обычно многие используют маленькие крючки. Там 3, 4, 3,5. Ну, вот такого рода комочек. Ну, отцепить на крючок и, в принципе, всё. И можно спокойно ловить рыбу. Конечно, это всё дело нужно хранить в пакете и в холодильнике. Для того, чтобы хлеб не обветрился и, как говорится, не зачерстил. Пусть влага не испарялась. Если ролик понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был я, Дмитрий Бутеров. Всем удачи, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok